Потому что у нас ГУВАК, поэтому у нас, ну да, тут разные места, смотри, колючка какая-то. Такие сидушки на вокзалах были в советское время, там, ну, наверное, годы еще 60-70-е. Вот сегодня они доживают свой век здесь. А что, кстати, железком-то ничего не будет? Дерево просто, фанера рассохлась. Да, дерево. Нет, смотри, забор какой-то с колючкой. Конечно, не посидишь, да. Симова Россия. А это рыбный порт, рыбный порт, рыбный порт. И тут пока непонятно еще тут. Поезда грузовая. Вот остатки былой советской роскоши. 1972 год. И так старый. Когда-то в этом здании работали люди, ходили по вот этим цехам. Может быть, вот в этих окошках кто-то работал в солнечный день, и туда светило солнце. И думал о будущем, а теперь, если только гуляет ветер, и периодически залетают чайки, чтобы нагадить. Ну и мы еще гуляем периодически. Два человека в пустом городе. В пустом городе. Чайки кричат. И смотрите, какой эпичный морской торговый порт. И вот они, корабли Мурман-Рыба. Мне особенно асфальт нравится. Смотри, справа у здания какое. Смотри, офигенно. Я его уже заснял. Офигенно просто. Оно крутое. Это Россия. Нет. Кто не понял. Так, вот здесь вымпел, значит, кораблик. Там мурманские эти трубы. Вот она, Мурман-Рыба. Юра, Тузов, мы с тобой. Это спасатель. Смотри, чтобы не развалился деревом отделан сверху. Мне нравится? Где-где? Вот сверху. А, вот это вот? Да. Да нет, его реставрируют, наверное. Вот и и доски еще здесь для того, чтобы... Поддерживать конструкцию. Так, ну вот, значит, здесь вот это вот здание рыбного... Там чайки гнездятся. Порта, да. Чайки наверху гнездятся, потому что там разбиты уже окна. Вот. Они там сделали себе гнезда. А здесь впереди долгожданная наша встреча с судном Клавдия Иланская, которая сегодня в 7 часов вечера должна отплыть до Островного и до Чиванги. Так, друзья, вот он еще раз. Мурманский торговый порт. Да, здание, конечно, интересное. Вот, вот, позади меня корабль-спасатель. Да, и вот она, Клавдия Иланская. То есть, смотрите, тут уже грузы готовятся к тому, чтобы на нее погрузить. Ну, нам сказали, что на нее пока внутрь ничего не запускают. В 5 часов только будет посадка пассажиров. А пока только грузы. Вот, кстати, тоже такое эпичное место. Я все время здесь хожу, и мне кажется, что я как будто бы попал в 1996 год, вот. Потому что много таких вот мест, серых, неухоженных. А вон там позади еще один корабль, вот, за Клавдией Иландской. Мы сейчас ближе к нему подойдем. Ну, вот она, вот, Клавдия. Вот так. Смотрите. Смотрите. Сейчас троллейбус засниму. Мурманск. Каким, у нас такие ходили в Москве несколько лет? Ну, и теперь-то нету. Уже раритет. Ну, да. Ну, что они, да? Вот фрагмент скелета синего кита, часть нижней челюсти. Доставлено в Пенрой, Северной Атлантики. Происло промысловным судном в конце 70-х. Вот такой вот. Такая фрагмент такой челюсти синего кита огромный. А напротив Мурманск, сталинский дом 30-е годы, обветшалый, но сохранивший свой первоначальный облик. Драматический театр мурманский. Вот такие здесь клумбы перед зданием администрации. И профиль Ленина на стене. Абориген тоже, да. Ну, он уже убежал. Нижний магазин. Автобус. Драмтеатр. И снова Ленин. Там есть, видишь? Сквер какой. А здесь сквер. Самокаты в аренду. Проспект Ленина, главная улица Мурманской. И там идут очень много вот таких интересных домов. Архитектуры 30-х, конца 40-х, 50-х годов. Вот, в принципе. Город, который не сдаётся. Очень красиво, да. Мурманск, это город, который не сдаётся. И он в каждом из нас. Поучительно. Так, светофор 15 секунд. Вот ещё одни дома. Тоже здесь интересно. А, смотри, мы круг с тобой сделаем, да? Да. Ой, смотри, туда приехали. Такой интересный хостел называется Каюта моряка. И находится в обычной квартире или даже, вернее сказать, в комнате общежития. Может быть, когда-то здесь были малосемейные квартиры, а сейчас здесь вот такие вот места для хостела. Ну, в общем-то, комфортно, удобно. Стоит всего 680 рублей в сутки. В принципе, нормальная цена. Вот. Такой вот вид из окна. Девятый этаж. Здесь, вот на этом месте, живёт женщина. Уже немолодая. И она была преподавателем философии всю жизнь здесь, в Мурманске. То есть, вот такие интересные люди здесь бывают. И туалет. Это у нас комната 930. Все прилично. Все здорово. Так, решили пообедать в любимом ресторане. Поскольку быть в Мурманске, столице Арктики, не поесть рыбки, это большое впущение. Тут такое очень атмосферное место. Рыбки плавают. О, подводная лодка. Макет корабля. Святой Василий Островский. Вот, покоритель. Ну-ка, моим друзьям. С огромным уважением, начальник штаба дальней авиации ВВС России, полковник Костюхин, вот такую картину подарил. Благодарственные письма. Благодарственные письма. Очень красиво. А здесь корабли. Макет самолета. Все, корабль. Вот труболовецкая сеть. Штурвал большой. А, да-да-да, штурвал. Огромный штурвал с надписью Мурманск 2010. Красиво. И вот Илья кушает мясной обед. А у меня сейчас будет рыбный. Так, друзья, мы продолжаем наше путешествие по Мурманску. Погода немножко испортилась, пошел дождь. Но в целом нас это не пугает. И сейчас мы находимся на Актерском бульваре. Такой бульвар есть. Здесь он идет от улицы Шмидта к проспекту Ленина. Ну или наоборот. И вот здесь очень любопытный такой памятник. Называется «Дама с собачкой». Вот так вот он выглядит. То есть вот вы видите здесь вот маленькая собачка. Нос у нее затертый до дыр. Значит, наверное, если потерешь нос, можно загадать какое-нибудь желание. И вот она сама дама. Вот такая вот статная, красивая. Прямо как будто бы из Чехова только что и вышла. Читай маленькую книжку. Вот. Такая вот интересная здесь история. Вот дорога по Мурманскому рыбному порту к теплоходу Клавдии Иландской. Круиз начинается с вот такой вот интересной дороги. Какая-то распаячная коробка. Не дай мне выключатель. Круиз начинается с вот этой вот и 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 вот